День добрый всем жителям и гостям нашего города! Сегодня мы отправимся в 1892 год, время, когда в Никольску-Суриске бурно развивалась торговля. И то и дело открывались новые магазины. Сегодняшний Арбат был торговым центром города. Здание, которое сразу бросается в глаза благодаря своей архитектуре – торговый дом Кунст и Альберс. Густав Кунст и Густав Альберс – немецкие предприниматели. К 1864 году вели торговлю в Китае, но это было невыгодно, так как там торговую нишу заняли англичане и французы. Предприниматели решили переключиться на неосвоенные территории Дальнего Востока. В Никольску-Суриске эта фирма появилась в 1882 году. Первоначально их магазины располагались в двух деревянных зданиях. В 1892 году предприниматели выстроили новый торговый дом. В основном это был магазин универсальный, то есть продавались различные товары, хотя основную часть его составляли все-таки товары германского и европейского производства. Цены в этих магазинах, ну скажем так, были доступны для средних слоев населения. Регулярно проводились продажи товаров со скидкой и в Никольску-Суриских газетах отмечались иногда и товары очень плохого качества, несмотря на европейский, так скажем, бренд. Фактическим хозяином торгового дома был некий Датан – дворянин Российской империи. Хозяин держал в строгости своих сотрудников. Служащие торгового дома должны были знать русский, английский и французский языки и работать по 12 часов в сутки. За это они обеспечивались бесплатным питанием, жильем, к их услугам была библиотека, клуб и больница. В годы Первой мировой войны на немецкие организации начались гонения. Товарооборот резко сократился и руководителям пришлось переориентироваться на местных и китайских производителей. Сотрудников торгового дома обвиняли даже в шпионаже. Информация сарафанного радио, она отражалась и в некоторых Никольско-Уссурийских газетах, когда их называли магазины Кунсты Альберса и так же, как и магазины фирмы «Зингер» называли шпионскими школами. Издевестен факт, когда служащий торгового дома Кунсты Альберс был обвинен в шпионаже, значит, по письму одного из жителей города Никольско-Уссурийска, Бурлаченко, был проведен обыск, у него обнаружились некоторые документы, которые, может быть, напрямую не указывали на его шпионскую деятельность, но, скажем так, запрещенные в то время. В 1922 году компания Кунсты Альберс прекратила свое существование в Никольску-Уссурийске. Но торговая история этого здания на этом не закончилась. Продолжили ее гастроном и кафе. Примечателен для горожан этот архитектурный памятник еще и тем, что здесь находится военный комиссариат. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся! Партнер рубрики «Такси новое». Подача машины от 1 до 10 минут после вызова в любую точку города. Телефон 3308-08. Продолжение следует...